В СССР не было жёлтой прессы, но мы восполним этот пробел. Личная жизнь членов Политбюро. Измены и разводы звёзд. Битвы за наследство и внебрачные дети. Автокатастрофы и загадочные убийства. Скандал эпохи застоя. Наконец-то! Вся правда! Сегодня в номере. Дочь Аллы Пугачёвой загремела в КПЗ. Нету она там ни пьяная, ни употреблявшая, ничего. Она просто нарушила коммунистический советский строй. Солиста Верасов уволили за наркотики. Если бы даже я увидел, как он курит травку, я бы не удивился. Маргарита Терехова родила сына, не будучи в официальном браке. И скрывает имя отца ребёнка. Всё это вот мамины дела, и я, если честно, я не хочу даже не говорить про них. Здесь Саша, всё, и слава богу. Ты сейчас узнаешь. Скандал в звёздном семействе. Дочь Аллы Пугачёвой посадили в КПЗ. 14-летнюю Кристину Арбакайте забрали милиционеры. И где? В гостинице «Космос». Месте явно не для подростков. Там была большая серия ресторанов, концертный зал. И там работали, конечно же, и главные проститутки нашей страны, потому что это была центральная точка. Даже получше, чем интурист и метрополь, потому что это была всё-таки огромная, большая гостиница, и практически иностранцы останавливались там. В тот вечер сотрудники гостиничной охраны сразу заметили двух юных блондинок в боевом раскрасе. Девочки были разодеты не по возрасту и уже битый час строили глазки иностранцам. Охрана вызвала милицию и отправила малолеток в камеру предварительного заключения. Там-то и выяснилось, что одна из задержанных – дочь Аллы Пугачёвой. Раньше милиция была очень бдительная, и появление ребёнка в позднее время в любом учреждении приводило к немедленному задержанию и привозу его в отделение. Но Кристине Арбакайте не сделали скидку ни на юный возраст, ни на знаменитую маму. Пусть говорят, пусть говорят, что виноват, что виноват. Лишь месяц май до солнца свет на то, что мне так мало лет. Девочка провела в обезьяннике всю ночь. Шутка ли? Ведь их с подружкой приняли за проституток. Ну, я хочу сказать, что Алла Борисовна всегда Кристину брала во все мероприятия. И гостиница «Космос» – это было одно из самых таких тогда передовых тусовочных мест. И там собирались и звёзды, и артисты, и дети этих артистов. С Кристиной произошло, по всей видимости, то, что там не было просто рядом взрослого. Но это ничего страшного в этом нету. Она там не пьяная, не употреблявшая ничего. Она просто нарушила коммунистический советский строй. Как выясняется, в «Космосе» она оказалась просто из любопытства. Захотелось хоть краем глаза посмотреть на такую интересную взрослую жизнь. Она-то себя считает уже самостоятельной. И в кино снимается, и у мамы на подтанцовке подрабатывает. Вот и подбила подружку прошвырнуться. Кристина была «Оторви голова» тогда. В этом отношении она была заводила, она была такой пацанкой, была лидером, где бы она ни была. В итоге Кристина отделалась лёгким испугом. Сегодня ту историю певица даже не вспоминает. Кто в юном возрасте глупостями не занимался? Да и в милиции из нашего шоу-бизнеса побывало немало звёзд. Один раз было, мне было лет 15, я учился в техникуме, и на улице, там, в городе Курске, ругнулся матом. А в это время проходила борьба, и рейд был как раз. И меня забрали, это был первый и поздний привод в милицию. Встречайте, Кристина Арбакайте! Кристина Арбакайте! Свидетели происшедшего рассказывают. В гримерку к музыкантам вошли люди в штатском, попросили всех оставаться на местах и начали обыскивать вещи музыкантов. Неожиданно в кармане одного из костюмов сыщики нашли какой-то пакетик. Это марихуана, вы арестованы. Следователь повернулся в сторону Тихановича. Обалдевшему музыканту заломили руки и запихнули его в милицейский бобик. На глазах у тысяч поклонников. Я думаю, что с Александром Тихановичем все-таки я не могу связать эту историю напрямую. То есть он не выглядел человеком, который употреблял наркотики. Хотя, если бы даже я увидел, как он курит травку, я бы не удивился. Ничего странного в этом нет. Тем более в 86-м году. Тогда других наркотиков не было. Траву можно было легко достать, хочу вам сказать. Как нам удалось выяснить, в милиции скопился целый архив анонимок на Тихановича. В них что ни строчка, так очередной эпизод о том, как музыкант якобы употребляет наркотики и даже торгует ими. Тиханович все отрицает. Но если следствие докажет его вину, Александру грозит 10 лет тюрьмы. Статья была. Хранение с целью сбыта и наживы. Представляли, в общем-то, многих, я считаю, людей. И многие, в общем-то, многих провоцировали. Было такое, в общем-то. Верасы – желанные гости каждого концерта. А вокальный дуэт в лице супругов Александра Тихановича Едвиги Поплавской обожает вся страна. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не вправо рад. Я с ним был знаком, у него нормальный, добрый характер. После концерта он уставший, там, в стопотов. И он тебя принимает, проходи, пожалуйста. Нормальный он парень был. Ну, про него никто не может плохо сказать. И тут, как гром среди ясного неба. Наркотики. Арест. Суд. Тиханович пытается оправдаться. Мол, все это дело рук Василия Раинчика, руководителя ансамбля. Александр уверяет, что таким образом тот хочет убрать его из виросов. Ему нашептывают, что я хочу занять его место, говорит Тиханович. Но у меня этого и в мыслях нет. У него веяло такой порядочностью, каким-то добродушием, какой-то мягкостью. Вот он был очень приятным человеком в общении. Казалось, Александру не избежать тюрьмы. Но ему попадается толковый адвокат. Он доказал суду, что концертный костюм, в котором была найдена марихуана, принадлежит вовсе не Тихановичу, а неизвестно кому. Музыкант оправдан и может вернуться в ансамбль. Но после такого Александр с женой, естественно, и слышать ничего не хотят о виросах. Они бросают ансамбль и уходят в свободное творческое плавание. Какой счастливый случай, такой счастливый случай, Такое может с каждым вполне произойти. Скандал, слава богу, никак не отразился на популярности певцов. Прошу тебя, в час розовый, на той тихой ко мне, Багдор и в крае березовый поминовались сами. Загадочная смерть. Человек за бортом. Звезду фильма «Пираты 20 века» забили насмерть. Тело Талгата Нигматулина с тяжелыми телесными повреждениями обнаружено в одной из квартир города Вильнюса. Картина преступления кажется жуткой даже для опытных сотрудников правоохранительных органов. Почерневшая от побоев тело актера находилась в ванной. На нем обнаружено 119 травм. Убийцы, которые, кстати, сами и вызвали милицию, не скрывают. Они избивали Нигматулина руками и ногами в течение нескольких часов. Это была абсолютно промывка сознания. Ведь его же уничтожили, вот эти вот его собратья же. Действительно, своих убийц актер называл братьями. Все они были членами некой религиозной секты, в которую Талгат попал, находясь на самом пике популярности. Снявшись в первом советском боевике «Пираты 20 века». Нам удалось узнать членом, какой секты был актер. Четвертый путь. Смесь дзен-буддизма и эзотерики. Его основали Абай Барубаев и Мирзак Имбадбаев. Они сами вышли на своего знаменитого земляка Талгата Нигматулина. Актер в этот момент переживал серьезный творческий кризис. Возможно, поэтому так легко и попал под влияние сектантов. Талгат Нигматуллин, несмотря на то, что играл постоянно в основном отрицательных героев или героев, которые склонны к криминальной жизни, на самом деле совершенно милейший человек, открытый, легкий, добрый, искренний. Светящийся такой был человек. Наши кинематографисты всегда любили вешать ярлыки. Вот один раз сыграл, и будешь играть это всю жизнь. И уже в сторону расстрел, шаг в сторону. А он вот, он четко понимал, при том, что он был молодым, он четко понимал, что он не хочет зацикливаться на одном амплуа, он хочет быть разным. Талгат искал себя в разных сферах, писал стихи, прозу, интересовался духовными практиками. Четвертый путь показался ему любопытным учением. Со временем актер полностью втянулся в секту, слушался его основателей во всем. Но спустя какое-то время в секте произошел раскол. Несколько учеников решили основать собственную школу. Решать проблему приехал сам гуру Абай Бурубаев. А с собой взял Нигматулина, чтобы тот, как профессиональный каратист, разобрался с непокорными. Талгат увлекался каратэ. Мало того, у него был и там пояс какой-то по каратэ, и сенсей, сенсей, я помню, как он мне рассказывал. Он участвовал в соревнованиях. Но неожиданно до этого послушный Нигматуллин отказался учить кулаками отступников. Я не люблю шуток, мастер. Тогда Абай решил отомстить актеру и натравил на него пятерых своих учеников. Нигматуллин с его спортивной подготовкой мог бы запросто справиться со всеми ними. Но он даже не сопротивлялся. Принял смерть молча. Для следствия и для всех, кто знал Талгата, это навсегда осталось загадкой. Почему он дал убить себя? Ну, это еще природа личности была такая. Вот такая открытость миру. Ну, вот он как бы и доигрался с этой открытостью, что называется. Доверялся людям. Ну, вот и здесь доверился. После этого страшного преступления секту «Четвертый путь» разогнали. Суд приговорил Абая Борубаева к 14 годам лишения свободы. Мерзук Мбытбаева к 10 годам. Остальных участников преступления к разным срокам заключения. Но Талгата уже не вернешь. Любовный скандал в главном театре страны. В Амхате пытаются вернуть в семью Бориса Щербакова. Тот, по слухам, закрутил роман с молоденькой актрисой Людмилой Нильской. И решил развестись с женой, актрисой Татьяной Бронзовой. Больная тема, я не хочу об этом говорить. Роман Щербакова и Нильской закрутился на съемках фильма с соответствующим названием «Никто не заменит тебя». Мне кажется, не бывает семей, у которых нет проблем. Они или притворяются, или тщательно скрывают. Даже, знаете, я вам процитирую классика. Михаил Михайлович Жванецкий на свадьбе, которая у меня была, моя вторая была свадьба, так вот, три года назад, поздравляя молодоженов, сказал, «Ребят, я хочу вам сказать, вы не будете все время счастливы, вы будете периодически счастливы между нормальной жизнью». И вот в этом такой головочайший смысл. Коллеги актеров говорят, что уже после первого съемочного дня Щербаков пригласил Нильскую к себе в номер на бокал шампанского. Как вспоминает актриса, они говорили о ролях об искусстве, но потом просто потеряли над собой контроль. Красивые женщины, которые вот так вот кругами вьются, 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 вьются. И это понятно. Когда мы с Борисом Васильевичем идем, я ничего, кроме чувства зависти и восхищения, я не испытываю. Потому что они все вьются, вот это вот приклонение, вокруг него. Я сразу же мне приходится сказать, ну, а что делать? Что делать старик? Вот такова твоя доля. Герой-любовник Щербаков был настроен серьезно. Даже написал заявление в театр, мол, прошу предоставить жилплощадь в связи с разводом. Да не тут-то было. Весь МХАТ встает на борьбу за сохранение ячейки общества. Здесь просто весь коллектив театра так любил Бронзову и очень к Щербакову так хорошо относился. И так сочувствовал, что максимально старался его вернуть в лоносемье. Вот такая среда возникла вокруг этого Амур де Труа, этого Адюльтера, что семья была восстановлена стараниями друзей, скажем так. Щербаков под таким напором сдался и вернулся к жене. И сегодня счастлив, что коллеги и друзья заставили его сохранить семью. С женой Татьяной он живет до сих пор душа в душу. А о романе с Нильской и вспоминать не хочет. В чем же секрет такого прочного, видимо, для этих отношений? Я отвечу одним словом – взаимопонимание. Вот и все. Только прощение и взаимопонимание. Людмила Нильская после расставания с Борисом Щербаковым спешно вышла замуж за простого водителя по имени Жора. Родила сына, но через 20 лет брака Жора, он же Гога, он же Гоша, ушел от актрисы к молодой любовнице. Ну как тут не вспомнить про бумеранг? Людмила Гурченко. Ее стиль нельзя перепутать ни с чьим другим. Высокие каблуки, приталенные платья, подплечники и боа. Такой мы видим актрису почти на всех фотографиях. Но откуда все взялось? Разберем стиль Людмилы Марковны по полочкам. Все, что касается перьев, боа, такая вот бодуарная эстетика, это, конечно, все тянется там с начала 20 века. Гурченко свой уникальный стиль пришлось создавать в одиночку. Буквально своими руками. Показывал все свои, весь свой гардероб, в который она сама все платья пошила. Как сейчас помню, этот шкаф, и она мне каждое платье там вот показывала. Какие-то были фантастические наряды, которые она сама придумала. Это одно из ее любимых платьев. Это мое любимое платье. Это сделано ее собственными руками. В чем его, ну, кроме этого уникального воротника, оно уникально тем, что сделано из очень большого, я сейчас не беру, сказать, из какого, но порядка десяти разных-разных тканей, фактур, кружев. Главный конек Гурченко – ее осиная талия. Актриса заслуженно гордится ею и всячески подчеркивает. И хорошее настроение не хотели больше вас. Посмотрите, она использует такие крупные пряжки, да, пояса, которые еще зрительно делают ее тоньше, эту талию. Гипертрофированная линия плеча. Это же ведь еще и хороший, ну, прием, чтобы подчеркнуть талию, да. Актриса вообще гений по части маскировки своих недостатков. Например, каблуки в ее гардеробе возникли не случайно. После сложного перелома, полученного на съемках картины «Мама», одна нога актрисы стала почти на полтора сантиметра короче другой. Из-за этого на плоской подошве ходить Гурченко не только неудобно, но и мучительно больно. Поэтому даже домашнюю обувь актриса носит с каблучком. Однажды мы на две недели уехали, чтобы ходить по лесу, ловить рыбу, дышать свежим воздухом. И приехали, да, выходим, собаки с нами наши две, выходим в лес, я иду, и Люся остается все время. На каблуках идет. Каблуки всегда, несмотря на сложнейшие переломы, последний перелом, гуляя с собаками, зимой, поскользнулась, потому что на дело вот эти тогда появились модные эти, как они назывались, уги. А была бы на каблуках вот так бы, ну, в этот лед, понимаете? А вот эти уги, они же плоские, скользкие. Ну, в общем, что говорить, кто придумал уги, я бы его убил. И еще один элемент стиля актрисы – крупные украшения. Про любовь Гурченко к ювелирным цацкам ходят легенды. Рассказывают якобы про горы бриллиантов и изумрудов в ее коллекции. Но оказывается, почти все украшения Людмилы Марковны – это правильно подобранная бижутерия. Она могла клипсы раз, а к ним еще два. Одна же потеряла сережку, одна. Бах, пошли носить по одной сережке все, потому что эффектно. А я вам случай подсказал. Поэтому, ну, не знаю, надо просто уметь и не гнаться за дороговизной. Гурченко сумела создать свой незабываемый образ фактически из ничего. При этом она навсегда осталась яркой, блистательной, неповторимой. Настоящей звездой экрана. Незамужняя Маргарита Терехова родила сына. Имя отца ребенка популярно. Актриса тщательно скрывает. Даже от родной дочери. Все это вот мамины дела. И я, если честно, я не хочу даже ни говорить про них, ни обсуждать, тем более. Есть Саша, все, и слава богу, для меня. А кто уже там, что, откуда. Сына Сашу Терехова записала на свою фамилию. В актерской тусовке гадают, от кого на самом деле родила Маргарита. Многие думают, что это режиссер Георгий Гаврилов. Он был гражданским мужем актрисы, и именно он встречал ее из роддома. Но все дело в том, что сошлись они, когда Терехова уже была беременна. Когда мне мама объявила, что у нее будет ребенок, для меня это было большой неожиданностью. Сашка, в общем, пришел вот к нам, и я его сразу очень полюбила. Но вот кого полюбила Маргарита Терехова, чтобы родить сына? Сейчас узнаешь. В тусовке судачат еще про одного потенциального отца Саши. Мои руки для вас не тайна, весьма усердно ищут двое. Мол, на съемках фильма «Кто поедет в трусковец» Терехова закрутила роман со своим партнером по фильму Александром Кайдановским. Знали они друг друга давно. Она же сама и привела его в эту картину. Но эти слухи развеивает режиссер фильма Валерий Ахадов. Говорит, какая любовь. Да они на съемках чуть не поубивали друг друга. И все из-за несносного характера Тереховой. Одна была такая вопиющая история, когда, значит, спиной стоит к камере Терехова, Кайдановский побегает и говорит ей, там, объясняется в любви сумасшедшая. Она, значит, значит, она не в кадре. Но роман у Тереховой тогда все же был. И так невозможно счастлива сейчас. Правда, не с Кайдановским, а, по слухам, с подпольным таджикским миллионером Сайфиддином Тураевым. Я как бы свидетелем этого романа не был, но я хорошо знал Тураева тоже. Как бы он такой для нас был очень, ну, известный человек, он министром был в свое время. У нее избирательный был очень подход к людям, к мужчинам. Эта личность тоже была, поэтому, видимо, что-то это случилось. Это любовь. Это достойный человек. От такого достойного избранника Тураева Терехова якобы и решается родить ребенка. Но поскольку мужчина женат, она скрывает от него свою беременность. Решает рожу сама и сама воспитаю. И в этом вся актриса. Никогда ни у кого не просит о помощи. Она и свою старшую дочь Аню поднимала в одиночку. Это моя дочка Анна. Познакомься с ней, пожалуйста, Филиппич. С ее отцом, болгарским актером Саввы Хашимовым, они развелись, когда девочке было всего три года. Любовь была. Вот, и он даже приехал к нам в Россию, но потом он уже понял, что в Болгарии лучше. Но это ничего страшного, никаких у нас не было проблем, ничего. Вот, Анечка, значит, вот родилась. Это вот замечательно было. Ну, Анна хотя бы знает, кто ее папа. А вот для Александра это, похоже, так и остается тайной. Став взрослым, он ездил в Душанбе к предполагаемому отцу. Но откровенного разговора не получилось. Саша же тоже непростой парень. В нем мамина сидит, дай бог, тоже. По-моему, даже мне это Саша говорил. Когда он был помоложе, Саша, он не принимал, отец пытался с ним как бы наладить контакт, он не принимал это. Такая-то драма, но жизнь состоит из драмы, увы. Сам Сайфидин Тураев, как пишет сайт радио Азоди, своего отцовства не признает. Но это уже и не важно. Как говорили в одном популярном фильме... Муж на сегодня? Не обязательно. Моя мама тоже всегда говорила, что да, вот эти мужчины мне были даны, чтобы я родила своих детей. В следующем номере еще больше сенсаций. Самые скандальные откровения звезд. Наконец-то станет известна вся правда.